всем привет друзья в общем с последнего старта ничего особо не изменилось то есть как продолжал тренироваться продолжают вот на турнире мы были в таиланде в общем там было все как бы спокойно тихо мирно все в порядке то есть никаких волнений ничего про лига нас принимает про лига нас ждет то есть никого не заслуживает никакого негатива все в общем отлично дальше пока в планах по турнирам это первую очередь корея будет южная корея вот но там пока немножечко ждем когда снимут карантин то есть там пока действует семидневный карантин еще пока вот но есть информация что через неделю-две его снимут и вот середине июня надеюсь туда полетим там вот а если не получится дальше будет четыре европейских турнира это будет италия финляндия испания португалия вот и на какой-то из них мы наверно точно попадем ну и наконец в августе в москве пока планируется про турнир с категории classic физик в конце мая будет известно точно состоится на ли нет так что ну наверное дома тоже хочется выступить очень не вот на вот по поводу судейства самой про лиги атлетов вообще никаких переживаний нету есть только какие-то вот сомнения по поводу вдруг может быть там проблемы жильем будут мало ли там не заселить что-то такое там да и на улице как-то но спокойно я думаю будем ходить то есть никаких опасений ничего нет во-первых если говорить о изменениях то в принципе наверное их минимум только максимум этот в команде тренера я лично поменял у темы в принципе наверное нет никаких изменений на турниры мы и возможно планируем на те же что и были в том году это прага про это румыния масло фест и дубай дубай прошел возможно что то еще получится цепить но не хотелось бы чтобы повторяю повторялись прошлые ошибки когда мы делали три турнира подряд с разницей в неделю да по последнему согласен спишь потому что все таки именно три турнира подряд с точки зрения стратегически как это влияет на форме видно что к третьему турниру уже психологический спад такой немножко и тяжеловато и конечно пик формы к третьему турниру можно выставить наверняка да но с такими большими сетами там поправками у меня по изменению все принципе осталось то же самое за исключением что есть определенные новости которые я пока тоже озвучивать их не буду если все сложится то я уже на новые турниры поеду счет больше мотивации это скажем задача также ставится максимальные у меня будет чуть-чуть возможно другие турниры я хочу также в дубай проехать обязательно скорее все это будет первый турнир потом испания хотим испанию попасть на европа про шоу также это большое событие и тоже возможно это прага три турнира точно мы сделаем с командой вот никаких сложностей принципе пока нет визы даются на просто делать да если даже какие-то трудности будут будем всевозможными путями решать их да но там останавливаться либо пропускать сезон в этом нет смысла никакого если мы уже в статусе профессионалов работать выступать и какие-то эти паузы на неважно какие там политические неполитические надо не терять время да и улучшаться делать форму и также будем отстаивать и нашу страну заявляться в мат россии но по крайней мере я точно и под какими там другими флагами там нейтральными и так далее вот задачи самые также высокие то есть никаких там поблажек и так далее выйти показать еще лучше свою форму улучшить все для этого есть от начала до конца поэтому все осенью точно нас увидите на каких-нибудь турнирах уже как этот уже снова с новой формой с новыми кондициями не боитесь ехать в уроку что засудят и отношения в принципе будет людей на улице к вам как там вообще есть всегда венгрия и там будет тоже про турнир которая достаточно лояльна к российской федерации я думаю что если выбирать из европейских стран то она будет наиболее предпочтительно но касаемо остальных стран в принципе нет я думаю что никакой опаски нет никакой боязни нет да всегда может быть судейское решение каким-то спорным да не в твою пользу учитывая там текущие обстоятельства но самое главное все зависит от себя сделать и показать прогресс относительно своей формы и когда ты сам сделал дело и в принципе удовлетворен тем что ты сделал то не так важно каким-то тебя поставят на самом деле если люди особенно зрительский зал все увидят поэтому мы в принципе да я думаю не боимся ничего в этом плане да значит это просто требование к себе будет больше сделать такую форму чтобы неважно там политика не политики что те не смогли не поставить первым это надо быть на две головы выше может быть и на три и тогда любые обстоятельства просто ну никак не смогут у тебя забрать победу сделать такую форму чтобы просто никто не смог сказать так этот парни из россии не давайте мы как бы в сторону там просто никто не поймет их вот и все поэтому будем делать в общем ехали на россию командой выступали в классическом бодибилдинге классик физик но он же атлетик ребята заняли забрали низкую ростовую классик физик забрали среднюю ростовую классик физик и в абсолютке взяли абсолютную победу спортсмен у меня руки а руки не анатур вот который кстати выиграл четыре турнира из четырех в этом сезоне я очень рад что это все получилось также классик физик высокой ростовой было третье место ну и классический бодибилдинг заняли первое место тоже чемпионы вот то есть если по итогам россии это было очень классно россия очень был доволен потому что это наверное был такой самый идеальный расклад который мог вообще в принципе получиться и все получилось круто единственное конечно был такой небольшой осадочек немного я был недоволен там некоторым моментами но это такие моменты которые наверное даже должны были быть для того чтобы потом дальнейшем уже не совершать каких-то определенных ошибок это уже такие наверно тонкости тренерской работы вот и все так что в принципе но я очень доволен как тренер но не на сто процентов опять повторить же но это больше уже мои такие профессиональные моменты потому что я люблю именно видеть такую более идеальную картинку идеальную форму на сцене для того чтобы ну побеждать как бы и быть наверное на голову выше других не это больше всего нравится когда победа забирается уверенно так конечно доволен местами доволен полностью и будем двигаться дальше если говорить о каких-то планах блин на самом деле у меня вот есть такая прям идея вот в осеннем соревновательном сезоне причем я понимаю что это будет очень сильный сезон я сто процентов уверен что именно осенью соберутся очень серьезные ребята и в категории классиков и в категории атлетик до классик физик ты и вообще в принципе во всех категориях потому что тот же чемпионат россии он будет проходить москве то есть не надо никуда в принципе далеко ехать тоже питерская сборная будет собирать наверно ну как мне кажется один из самых сильных составов своих потому что все это находится рядом турнир в москве будет я уверен на очень высоком уровне как организации такой уровня спортсменов вот я же в свою очередь хочу подготовить такое очень сильный отряд потому что мне хочется быть конкурентами не нравится когда ребята выиграют показывают крутую форму и на осень соберем прям элит наверное так ну короче сильных ребят и будем конкурировать будем бороться так что я тут делаю я привез на регистрацию сразу несколько своих атлетов у меня мальчики и девочки в этот раз но девочки весовой делать не надо они уже зарегистрировались уехали отдыхать с парнями у нас был сегодня не незабываемый день в сауне ну чисто мужиками в субботу сходили в баньку только раков и пиваса не хватало к сожалению пришлось вообще без воды я хоть и не завешиваюсь на сам чуть не умер там что-то тяжело у нас в этот раз вес шел но зарегистрировались ребята зарегистрировались хорошая очень форма очень хороший состав этот раз завтра будет интересно потому что гран-при nbc это один из действительно мейн турниров действительно события где уровень участников в каждой категории сезона к сезону он и так высокий если брать уровень чемпионов от сезона к сезону конкуренция в каждой категории очень сильно растет и на данный момент это действительно очень очень серьезный турнир и оппозиция в каждой категории будет очень серьезно поэтому действительно хочется чтобы вот прям хочется чтобы все получилось. На самом деле, как по мне, все очень просто. Действительно так и есть. Если взять пропорцию, сколько соревнуются ребят в NBC и сколько девочек, прям соотношение будет, ну, прям максимально контрастно. Связано это с чем? С тем, что конкретно в женских категориях монополия IFBB и конкретно FBBR, представленные на наших широтах, она, ну, пока что доминирует. Это факт. Больше всего бикинь, фит-модел и всех-всех-всех именно там. Девочки, они гораздо большей части состоят во всяких тим и так далее и переходят не так активно, как ребята в мужских категориях. Пока в женских категориях, женские категории в NBC действительно в меньшинстве, но это лишь вопрос времени. Опять же, банально, из-за уровня, из-за отношения к спортсменам. Отношение к спортсменам это главное, потому что, как бы, все-таки не до всех доходит сразу, но когда ты, во-первых, твои усилия оцениваются должным образом, а не твоя, моя, моя, твоя сборная от того-то, сборная от того-то, командный зачет, борьба между баллами и непонятно, как распределяются места. Порой. Я не говорю, что это происходит все время, но такое происходит, и это факт. Должным образом оцениваются усилия, если человек действительно заслуживает этого, и получаешь ты не медальку и спортмастера, и хорошо хотя бы спортпит от того же генетик-лаба. До этого когда-то и генетик-лаб не было, правильно? А здесь, помимо очень красивых авторских наград, помимо денежного приза, который растет с каждым годом, абсолютные чемпионы каждой категории получают грин-карт, в этом году номиналом 100 тысяч рублей, это компенсация расходов на международный турнир. В нынешней ситуации, в наше непростое время, как по мне, это очень-очень важно. Поэтому каждый спортсмен с амбициями, тот, кто стремится на максимально высокий уровень, будет выбирать именно эту федерацию, как по мне, это очевидно. Вопрос во имя. Да, видел, но, как бы так сказать, помягче, что ли, или не знаю. Ну, я считаю, что недопустимо на своем родном флаге писать такие слова, высказывания, и тем более, и потом это все прикрывать тем, что это на государственном уровне. Ну, я думаю, у людей должна быть какая-то своя голова на плечах, и должны понимать, что что бы ни происходило, ну, такое нельзя допускать. Вот. И заявление потом от Сан-Токи, что якобы наших спортсменов под нейтральным флагом допустили выступать на европейских мировых соревнованиях под ЕДФБ, наши восприняли это все как радость такую какую-то, я бы, наверное, наоборот, байкотировал это все, и выступал вот НПС, НПС в каких-то других федерациях, потому что после такого, ну, в общем, все, больше лучше не буду комментировать. Вот хотел второй вопрос дать по поводу, нужно ли выступать под нейтральным флагом, и ты считаешь, что нет? Ну, вообще, в принципе, мы же выступаем больше на каких-то коммерческих турнирах, то есть, так или иначе, мы не особо-то за Россию как бы и выступаем, особо ничего не изменится. Это олимпийские виды спорта, там да, там как бы мы именно вот ставим честь страны, а здесь никакие баллы в копилку страны не идут, то есть, ну, в принципе, это допустимо, да, с одной стороны, но тут именно из-за вот этой ситуации. Как ты считаешь, должна ли наша федерация как-то отреагировать на это вообще? Вот, да-да, конечно, должна, причем не так, не обрадоваться, что да, нас допустили куда-то, а требовать каких-то там разбирательств, решений и что-то такого. Я думаю, что, в принципе, чемпионат России, он всегда отличался, да, высоким уровнем спортсменов, и он так из всей федерации ФББ и всех региональных турниров, даже чемпионатов Москвы и Питера, он сильно очень выделяется. И, в принципе, я считаю, что в этом году тоже он был на уровне, и очень много было обсуждений чемпионата после него, во время, поэтому я думаю, что вот это остается чемпионат России и Сибириан Пауэр Шоу. Это два турнира, которые вот в федерации ФББ до сих пор проходят на высочайшем уровне, да. Да, соглашусь. Я смотрел и чемпионат Москвы, и присутствовал сам лично в Санкт-Петербурге. И, ну, конечно, у меня чемпионат России уровнем намного выше даже, но я смотрел, мне основной интересно мужские категории, на классический бодибилдинг, у них там, у нас, ну, это называется атлетик, да, вот, атлетик. Вот, но именно по уровню его спортсменов, по их кондициям, я же чемпионат России в этот раз порадовал. Я за теми не следил, но сейчас, так как мой тренер, у него была команда, выступали там ребята, я также переживал за них, смотрел. И скажу то, что намного больше достойных спортсменов, не был там лично, не знаю, как организация, это все моменты, все равно там заселение или там взвешивание, все такое, это уже там спортсмен, можно сказать, кто там выступал. Но в плане картинки, да, это было, это было хорошо. В турнире на NBC у меня будет выходить спортсмен в классик физик высокой ростовой категории. Уверен, будет очень серьезная конкуренция, вот, потому что ребята будут очень сильные. И посмотрим, завтра будет интересно даже именно в линейке посмотреть, кто будет в какой форме, потому что я уверен, что будут сильные ребята. И не знаю, сколько будет участников вообще в целом, но даже если спортсменов будет там, условно говоря, не так много, я уверен, что уровень именно самих спортсменов будет очень высокий. Если говорить о каких-то дальнейших еще планов касаемо профессионального уровня, вот, как раз вот я в том интервью говорил, что у нас есть очень много генетически одаренных ребят, которые могут двигаться не только в пределах России, да, они могут выступать и на зарубежных турнирах вообще запросто. Это люди, которые могут получать карты профессионалов. Но, опять же, я такой человек, что здесь нужно, как бы на самом-то деле, получить про карту может, могут очень много людей. Вопрос, как ей распоряжаться и насколько ты будешь конкурентен в дальнейшем, это нужно выстраивать определенную стратегию. Она должна быть не только с точки зрения формы. Тут стратегия должна быть и с точки зрения финансов, с точки зрения какой-то поддержки из всего, что вокруг, с точки зрения турниров. Это тоже очень важно. Вот. С точки зрения медиа, потому что профессиональный уровень, это все равно, это немножко другое. Это есть и в сравнении с любителями. Ну, просто я видел конкретно уровень ребят и уровень спортсменов, который там, он отличается очень сильно от любительского уровня. Соответственно, к этому нужно будет готовиться. Вот. Вот так, здесь взять ребят, которые будут заметить про, есть такие. И я уверен в том, что все это всего лишь дело времени. Дело дисциплины, труда, пахоты. Пахоты и времени. И правильно, так сказать, расставленных приоритетов. То есть, на такие турниры с квалификацией на про-карту нужно ехать полностью упакованным вообще с точки зрения формы. А каких-то дальнейших моментов, когда ты получаешь карту, это уже нужно прикидывать полностью всю стратегию. Ну, как мы, в принципе, вот сейчас и делаем с Темой, да. Осенью будут очень интересные турниры, у нас глобальные планы, потому что я очень сильно верю в то, что можно попасть на Олимпию. Причем мне бы даже не то, что хотелось. Я знаю, что нужно брать именно прямую квалификацию. То есть, я именно верю в это. Как бы кто что ни говорил про наших там российских спортсменов, что нам не нужно туда суваться и так далее. Ну, я так не считаю, у меня есть свое видение этого вопроса. Я считаю, что нужно именно собирать ресурсы, нужно правильно все прикидывать, нужно готовить форму, такую форму, чтобы именно удивлять. Потому что в профессиональном уровне там очень важно создавать вот этот эффект вау. То есть, когда ты выходишь на сцену, и все понимают, что, ну, ты тот спортсмен, который может выступать на Олимпии, потому что все-таки там собираются, ну, условно говоря, самые сливки. Поэтому я как бы в это верю, и осенью будет для этого очень большая возможность, потому что будут выбираться турниры. Я думаю, где-то их будет, ну, турнира три. И причем они будут разбросаны в идеале, в интервале в две недели. Потому что вот как показала практика, да, в тот раз мы выступали на трех турнирах подряд. Это сложно, это сложно именно с точки зрения того, что сложно улучшать форму каждую неделю. То есть, выставить какой-то пик, ты не знаешь, когда он условно выпадет. И особенно, когда перелеты, это сливы воды, когда тебе нужно входить в категорию, тебе нужно делать вес, тебе нужно при этом делать пиковые кондиции. И это очень сложно. Поэтому сейчас, когда мы будем готовиться на осень, да, но в принципе мы уже готовимся, мы уже четко понимаем всю картину, ну, нужно будет просто прикидывать все турниры и выбирать стратегию. Но самое главное, я просто понимаю, что туда нужно ехать готовым, вот и все. И кто бы что ни говорил, что там туда не надо ссуваться, там кого-то засудят, что там своя кухня. Ну, я лично так не считаю, у меня есть на это свое мнение. И я все это видел, потому что, например, тот же турнир в Каире мне показал, что, да, можно соревноваться, можно конкурировать. Важно только то, какой ты туда приедешь и какой ты будешь. Если ты не готов, то тебя не поставят первым, тебе не дадут квалификацию, вот и все. А так, я главное, что верю в это все. И сейчас, на самом деле, ну, будет, в принципе, абсолютно все для того, чтобы все это реализовать. Нужно только время, чтобы не произошло никаких форс-мажоров. Ты спокойно готовиться и делать формы. Ничего неземного здесь нет. Это все то же самое. Это дисциплина, это тренировки, это систематичность, это позирование, это все эти документы, визы и прочее. Да и, в принципе, все. Ничего тут сверхсистемы нет. Ну, это я так и. Да, видели, конечно, не очень приятно, конечно, вот эти все высказывания, эти жесты и все остальное. Но, несмотря на то, что сейчас все происходит, каких-то прям такого негатива к обычному народу, там, украины, украинцев у меня нету, у всех там родственники, друзья, знакомые, поэтому, да, неприятно, но это показывает их воспитание, их уровень просто-напросто, вот и все. Я думаю, с нашей стороны просто такого пока не замечалось, я думаю, и не будет на всех уровнях. Я надеюсь, воспитание все-таки у людей будет присутствовать, вот и все. Да, я, в принципе, согласен, что мы спортсмены, мы всегда были и есть. Это одна, наверное, большая семья и такое фитнес-сообщество, там, «Железные братья», называйте как угодно. И всегда я относился с огромным уважением и до сих пор отношусь ко всем украинским атлетам. Поэтому, ну, да, такая выходка, видели, конечно, все мы видели. Не могу никого осуждать, но я считаю, что просто в спортивном событии, наверное, нет места таким высказываниям политическим. Как бы, наверное, и все. Как считаете, должна ли быть какая-то реакция со страной Федерации? Реакция, к сожалению, уже есть со страной Федерации, что российские спортсмены были отстранены от участия в чемпионате Европы. Я думаю, что этим самым они, в принципе, уже высказали свою позицию. И вряд ли они что-то будут делать с этим происшествием. Но должна ли быть реакция? Я думаю, что, наверное, нет. С нашей стороны, с российской. А, с российской стороны. Ну, и с той, и с той тоже. Я и про европейскую спрашиваю, а про нашу. Ну, конечно же, я думаю, что реакция должна быть не со стороны Федерации, а со стороны спортсмена. То есть спортсмены должны увидеть это и понять, в какой Федерации нужно выступать. Например, вот НПС абсолютно лояльно ко всему относится. Нет никакой дискриминации по национальному признаку. Что касается Федерации, я думаю, что это все равно Федерация, любая, это бизнес. И вряд ли будут приняты какие-то меры, что с той, что с той стороны. Потому что спортсмены, что из Украины, что из России, все платят взносы. Все это нужно для глобальной, так сказать, монетизации этого спорта. На мой взгляд, не будет никаких санкций. Да, ну и хотелось бы так же, все равно, как я уже сказал, чтобы наши все-таки были чуть наголову, так скажем, менее эмоциональны. То есть и с холодной головой делали какие-то вещи не эмоционально, не реагировали так же, как и там, даже как сборная Украина, либо там Федерация. Есть какие-то правила, надо им следовать, ну, свою позицию прямо отстаивать. Я считаю, вот так вот, не надо там тоже особо прогибаться. Но они, как бы, я так понял, дали добро на следующем чемпионате Европы выступать нашим спортсменам, только под нейтральным флагом. Какое отношение к этому у вас? Ну, я лично не знаю, я лично, наверное, бы сложно сказать. Я вот не знаю, какой вы определенный решение. На мой взгляд, это однозначно момент, который должен не входить в спортивные мероприятия. Этот момент я имею в виду дискриминации какого-то национального флага, да. У нас же есть различные государства, есть государство Иран, которое, там, Америка считала долгое время террористическим, да. Но никому же не запрещают выступать под флагом Ирана. Поэтому я считаю, что, в принципе, не должно быть такого в спортивных событиях. Да, там уже дело каждого спортсмена. Если он по каким-то причинам хочет остаться в какой-то федерации, и он примет решение такое, ехать под нейтральным флагом, ну, это лично каждого дело спортсмена. Он должен подумать, что у каждого свои интересы, может быть, он как-то связан тесно. Может быть, он хочет перейти в другую федерацию, там, NPC, либо еще что-то. Но ему, может, на данный момент это неинтересно, либо невыгодно, либо еще что-то. Ну, много всяких. Но остается дело за спортсменом. Хочешь ехать, там, показать себя, там, ну, и езжай. Но лично за себя, сказать, я бы не знаю, что бы я принял. У меня большие сомнения. Я, как бы, не скажу, что, там, все вот эти слова громкие, патриот, не патриот, эмоциональные. Все-таки надо более-менее здраво все взвешивать. Вот. Но, благо, у меня такого выбора нету. Я в NPC выступаю, в профессионалах, поэтому... И хорошо, что все-таки остаются люди федерации, где здравый смысл есть. Да, и в нашем случае выбора никакого нет. Мы просто дальше выступаем в этой лиге. И, надеюсь, добьется из нас каждая и Миша, и я тех задач, которые мы запланировали, вот и все. А все остальное, это уже время покажет, так скажем, что там будет. Я поддерживаю абсолютно такого же мнения. Единственное, что, на самом деле, если бы все участники регистрировались заранее, очень большой процент участников либо регистрируется на месте, то есть, да, за денежку, за наличку, либо переводом, либо доплачивает за категорию. И это, на самом деле, вот я обратил внимание, очень сильно съедает время, когда нужно действительно посчитать сдачу, зарегистрировать, занести новые данные по каждому спортсмену в программу. Самая крайняя девушка за столиком. То есть, это вот дольше всего происходит. А по факту все очень быстро. Запустили человека, если ему нужно замерить рост или вес, вот первый человек стоит, замеряет. Следующий человек, ты говоришь просто-напросто фамилию, тебя находят в программке, тут же дают номерок. Все, как и на NPC-турнире, как ты говоришь. Здесь номерок, здесь браслетик непосредственно на участника и на сопровождающего. Хочу, кстати, заметить, что здесь каждый атлет проходит, то есть, получает сам пропуск, бесплатно пропуск на сопровождающего. То есть, один человек может сопровождать спортсмена, помочь ему перед сценой, за сценой, везде. И не заплатит за это ни копейки. Плюс, за следующим столиком, то есть, наверняка видел авторские призы, маечки, портельщики. Да, да, да. Только, к сожалению, даже не на всех NPC-турнирах присутствуют подарочки, но вот здесь вот прям в лучших традициях, как ты заметил, я согласен, очень похоже. Блин, ну, знаешь, вот это вот про этот пост, да, у них вот про это вот все, про фотографии, да. Да, ну, во-первых, я не вправе никого осуждать. Каждый делает так, как он видит, и мы не можем оказаться на их месте, да, потому что у них там свое видение, у нас свое видение. Единственное, что я могу сказать точно, вот я, когда это увидел, причем, чтобы понимать, я не был на Европе, я, в принципе, спортсменов с Украины знаю не так много, и не сильно-то за ними слежу, но я единственное, что могу сказать, я когда это увидел, да, все люди, блядь, то есть важно же, тут, наверное, человеческое отношение, то, что происходят эти события, это не должно касаться отношения людей друг с другом, именно там, особенно спортсменов. Это я просто четко знаю, что все спортсмены, которые там с Украины, они общаются со спортсменами из России, ну, до этого, допустим, да, то есть они виделись там, они друг друга поддерживали, они там, не знаю, тренируются, общаются в соцсети, они там, не знаю, снимают какие-нибудь видеоролики и прочее, а тут, как бы, вот эта ситуация, ну, если честно, я когда увидел, ну, ну, просто, я, я просто не понимаю, зачем это делать, делать это для того, чтобы вызвать у нас агрессию какую-то, ну, лично я считаю, что, да, агрессия-то, она же ни в чем не поможет, то есть ситуация-то, она не решится, от того, что ты испортишь отношения с людьми, здесь просто важно понимать, что это все закончится рано или поздно, а отношения у людей-то, оно уже не станет прежним, оно не будет прежним, если там люди делают так сейчас, то что они могут сделать тогда в дальнейшем, так они, ну, мне вообще очень сложно вот это прям даже представить, что может быть потом, если они сейчас могут делать такое, причем для меня, на самом деле, очень как-то показательно было, ну, чтобы ты понимал, что вообще, в принципе, последние месяца полтора я не слежу за этими событиями, это первое, то есть мне это не сильно, как бы, не то, что не сильно интересно, я просто занимаюсь своими делами, у меня на это немного другой такой взгляд, я просто стараюсь абстрагироваться и заниматься своими делами, и как бы, и все, и меня это очень сильно отвлекает, у меня немного другая позиция, вот. А когда я вот это увидел, ну, я просто понимал, что, значит, это позволено людям сделать на сцене, то есть, ну, и кого-то, условно говоря, чем-то оскорбить, кому-то что-то показать, кому-то что-то доказать, значит, это, наверное, ну, там, функционерами, да, или кто этим занимается, что им дозволено было это все сделать, показать, указать. Ну, для меня вот это вот лично удивительно, то, что у нас же все, как бы, дружат, независимо от того, что происходит в мире, поэтому, ну, я не поддерживаю никак. Я считаю, что люди должны оставаться людьми при любых абсолютно обстоятельствах, потому что все события, которые происходят, они рано или поздно кончатся, а отношения у людей, они останутся, и все эти вещи, они останутся. Просто спортсмены же не виноваты в том, что сейчас происходит в мире. Они просто занимаются своими делами, там, качаются, развиваются, выступают, ты и все, вот. Должна ли наша федерация на это реагировать? Не знаю, потому что я не знаю структуры того, какой-то финансовой, да, структуры или прочее, там, взносы, невзносы. Я просто, насколько я понимаю, сборная России туда не поехала, соответственно, это очень такой ущерб для той стороны, что, как бы, сюда не приехало большое количество спортсменов, это меньше взносов и так далее. Вот лично я, наверное, если бы я был спортсменом, который бы готовился на Европу, я бы не стал выступать под каким-то другим флагом, ну, по типу, там, нейтральным флагом, ну, я бы, наверное, не стал этого делать. Какая-то реакция, ну, она должна быть. Это 100%, она должна быть. Потому что я сторонник того, что люди должны отвечать за свои поступки. То есть, ну, если вы такое делаете, объясните, с чем это связано, кому вы хотели что-то доказать, кому вы хотели что-то показать. Если у нас все говорят про то, что спорт не политики, ну, как бы, если уж вы говорите, то, ну, действиями-то это никак, ну, не знаю, не согласовано, что. Короче, для меня эта тема прямо она такая. Но реакция должна быть 100%. Собираюсь. Конечно же, я, очевидно, очень поглощен этой движухой. И вот когда столкнулся с определенными проблемами со здоровьем, почему-то так получилось, что вот этого азарта, интереса стало только больше. Я вот каждый турнир, каждое событие вот со своими ребятами я жду, мне кажется, больше, чем они. Переживаю 100% гораздо сильнее. Когда сам выступаешь, как по мне, все гораздо проще. Ты проделал работу и как бы все. Ты либо чемпион, либо, если ты не чемпион, ты работаешь дальше для того, чтобы им стать, или максимально к этому приблизиться. за ребят, за девчат, конечно же, ты очень сильно переживаешь, потому что хочется, хочется. Ты видишь это со стороны, видишь, когда человек делает все добросовестно, с максимальной отдачей. Очень хочется, чтобы усилия должным образом вознаградились, потому что я знаю, что это такое, как ты и сказал. Я сам через все это прохожу. И сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, я полноценно тренируюсь, очень осторожно наращиваю, ну, прям полноценно. Я делаю всю свою программу, как и до всех этих событий с позвоночным столбом. И поэтому, как только, так сразу, я сразу же влетаю с двух ног просто. Очень жду, на самом деле. Ну, вообще, уровень атлетов порадовал, порадовал, то есть, потихонечку все же растет, так скажем, уровень, да, в Ту-ББР. Но все равно не настолько, вот, честно, вот, для меня большая разница, вот ощутимо, допустим, вот, NBC, да, NBC и IFBB. Все-таки там, например, категории классик физик и мэнс физик, немножко они, вот, их сдерживают. Маловато они все-таки. Бодибилдинг, ну, мне запомнился только, вот, реально, Денис Бажанов. Все, как бы, вот, и потому что... Россия не мог. Да, да, вот я из других стартов. А так, ну, Россию я смотрел, ну, ну, вот, просто, как скажу, ничего выдающегося, просто, да, хорошие бодибилдеры. Все, вот, как бы, вот такой комментарий. Наверное, как и любой здравомыслящий человек, как по мне... Постараюсь выражаться, ну, корректно, хотя хочется по-другому. Но в первую очередь хочу заметить, что эти спортсмены, представители этой федерации, сборной Украины, как по мне, в первую очередь, дискредитировали сами себя. Не понимаю этого поступка, не понимаю, как может федерация, конкретно АФББ, никак на это не отреагировать. Все мы якобы верили в то, нет, точнее, не якобы, искренне верили, что спорт якобы вне политики. Но мы видим на примере всех массовых видов спорта, в том числе и олимпийских. Хотя изначально это для этого задумывалось. Когда-то, ну, блин, я просто не понимаю, люди, ну, почитайте, войны прекращались все любые для того, чтобы провести олимпийские игры. И, конечно же, это... Очень сложно это без эмоций нормально воспринимать, потому что, ну, вопиющий поступок. И, как по мне, после всего этого, вот лично, если мне и так было все понятно с федерацией и с представительством АФББ, сейчас лично мне все стало только понятнее. Как по мне, любой уважающий себя атлет, если у него были какие-то сомнения, ну, вот лично я бы, ну, даже если бы выступал, я бы больше не стал выступать в этой федерации. Потому что я хочу подчеркнуть один момент. Ужасно. Любая война, любой военный конфликт, это страшно. Это ужасно. Мне кажется, ни один человек в здравом уме не пожелает такого никому. Ни ближнему, ни дальнему. Но надо понимать, что ни я, ни ты, ни наши близкие люди к этому не причастны. Нас никто не спрашивал. Не надо нести всякую херь с вашего молчаливого согласия и так далее. Никто никакого нашего согласия не спрашивал. Мы спортсмены. Для меня это страшный момент. Прямо вот реально это разрывает сознание, честно скажу. Я со многими этими людьми за руку здоровался в Румынии. В том числе и с очень известными атлетами из Украины, такие как Влад Сухаручко, Артем Верба, Паша Протенко. Мы замечательно, мы поддерживали друг друга, мы поддерживали атлетов друг друга. Для меня это действительно страшно. когда человек говорит вот подходи, вот стул свободный, сейчас Миша будет выступать. И как? И после этого для меня страшно открывать Инстаграм, читать там, видеть разбитую российскую колонну, писать там в невиде лучше зрелища и так далее. Я этого не понимаю. Хоть мне я повторюсь, конечно же мне не понять этих людей, ни мой город, ни родная земля под огнем и все остальное. Я искренне надеюсь, что не я, ни кто-либо никогда с этим столкнется, чтобы с полной ответственностью сказать, что я понимаю, что это такое. Но я никогда не желал ничего подобного никому. Мы спортсмены, мы проходим одинаковый путь, мы занимаемся одним делом. И лично я видел это всегда таким образом, что любому сопернику за сценой, да, мы с ним выходим на одну сцену, но мы занимаемся одним делом. Каждый из нас оценен за результат нашей же работы, я никогда не желал ничего плохого никому, как атлету. Я всем, чем могу, всегда старался ему помочь и своим, и чужим. Что когда я сам выступаю, что когда я тренер, для меня нету каких-то врагов, соперников. мы все занимаемся одним делом. Вот ребята встали в одну линеечку, там она их рассудит. И когда я вижу все вот это вот, ну, честно, для меня это все дико. Это показатель того, насколько люди между собой делятся, и для меня это пример того, каким мне надо быть. Я вот закончу так. Как ты считаешь, наша Российская Федерация должна как-то отремонтировать? На мой взгляд, обязана. Потому что, если, ну, с этим смириться, если не попросить, ну, не затребовать, чтобы руководство ФББ обратило на это внимание, как-то отреагировало, приняло какие-то меры, они должны быть, потому что, ну, ну, это даже не плевок в лицо, я не знаю, как это сказать. То есть, ну, а дальше тогда что? Причем, то есть, если это вполне, то есть, поощряется сверху, то есть, помимо таких публичных оскорблений и провокаций, может же, ну, могут, наверное, произойти уже не просто провокации и оскорбления, а что-то еще, и на это также закрывать глаза. Как по мне, любое, любой возможный такой конфликт, он должен пресекаться просто в корне, чтобы такое не было возможно в принципе. На мой взгляд, ну, что-то необходимо решать с этим вопросом, иначе никак. Ну, и последнее, то, что разрешили под нейтральным флагом выступать спортсменам. Стоит ли или стоит отказаться, или стоит, может быть, наша федерация сказать, что нет, мы не поедем в принципе? Мое мнение, опять же, ты спрашиваешь меня, я понимаю, что мое мнение, оно субъективно, как мнение отдельно взятого человека. Я вот могу сказать за себя, то есть, вот если бы у меня был выбор, да, как у спортсмена, поехать выступить под российским флагом, или же вот, пожалуйста, братан, заявляйся, выступай, ну, там, под нейтральным, ты просто заявишься, ну, не будет у тебя сборной и так далее. А вот, смотри, зачем мне, как спортсмену, вставать перед таким выбором, если я могу выступить в NPC Worldwide, а те, кто профессионал, они могут выступить в NPC Pro League, и их действительно не дискредитируют никак. Это очень круто, хочу заметить, и еще раз респектануть Джиму Мэнниену, Робину Чангу, Джейку Вуду со-товарищи, всем тем, кто причастен к NPC Pro League, ну, до самого-самого верха, мистер Олимпия в частности, что они действительно никак не дискредитировали и не отстраняли российских спортсменов, потому что, по факту, это, ну, чуть ли не единственная международная организация в спортивном плане, кто это не сделает. Это действительно очень круто, хотя та же Оксана Гришина говорит, что давление очень и очень большое. И там я могу выступить, я могу выступить за Россию. Да, мы занимаемся таким видом спорта, что как тебя там отсудят при прочих равных. Ну, такие вопросы всегда возникают время от времени, да, и без всяких таких политических остановок. Но я могу выступить, я могу выступить за Россию. Меня представят там «The next competitor from Russia». И не будет никаких вопросов. Я выйду, Павел Жарков из России, я здесь родился, и я всегда мечтал, то есть я скажу больше, ты спросил меня, я скажу за себя. Я мечтал на чужбине поднять флаг своей родины. Без каких-либо, то есть, ну, в этом нету притеснения никаких других государств. Это лишь уважение и любовь к своей стране, откуда ты произошел. Какие-то моменты, это не важно, то есть, мы сейчас не обсуждаем обстановку в стране, те или иные решения правительства. Просто я атлет, представляющий эту страну. Если я заслужил по факту, то есть, показав тот или иной результат, который не показали мои соперники из других стран. Почему я не могу этого сделать? Ну, еще раз говорю, я, я реально мечтал всегда на чужбине выступать и чтобы все видели, откуда я и что я представляю. Для меня это важно.